Всем приветики! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Таня и сегодня мы с вами будем разбирать новиночки из магнит-косметик. Целый пакет интересных покупок. Я все, что в этом пакете лежит, уже потестировала, попробовала. Буду сегодня рассказывать свои впечатления. Большинство товаров мне очень понравилось. Тут есть классные бюджетные находки, но есть также и некоторая косметика, которая меня прям разочаровала. Вообще, я шла изначально в магнит в этот раз для того, чтобы прикупить себе косметику бренда Alien. В магнит-косметика этот бренд вроде как появился, но, к сожалению, в магните, который у меня на районе, бренда Alien я не нашла. Но даже несмотря на это, все равно целый пакет всякой всячины накупила. И сегодня обо всем вам расскажу. Давайте начнем. Начну с продукта, который мне очень понравился. Это шампунь от британского бренда OGX. Называется он разглаживающий шампунь для укрепления волос. Бразильский кератин. Тут в составе есть кокосовое масло, протеин и кератин, масло авокадо, масло какао. Он должен укреплять волосы, делать их гладкими, мягкими и шелковистыми. Ну, по поводу укрепления волос ничего сказать не могу. А вот по поводу мягкости, гладкости и шелковистости. Абсолютная правда волосы. После этого шампуни действительно очень мягкие, такие струящиеся, классные, вкусно пахнут. У шампуня просто обалденный запах. Он пахнет такой нежной молочной карамелькой или риской. Чем-то таким, так сладенько, по-десертному. Мне прям очень понравился. Шампунь довольно мягкий, но при этом хорошо промывает корни волос. Я им довольна. Стоил он 459 рублей. Следующее, что я себе взяла, это суфле для тела от бренда Планета Органика. Это суфле с малиной, миндальными сливками и органическим экстрактом ванили. Здесь довольно большая банка. В ней 360 миллилитров. Стоило это суфле, насколько я помню, абсолютно недорого. Сейчас мы найдем его в чеке. Да, оно стоило 349 рублей. Ну, за такой объем, мне кажется, цена невысокая. Здесь очень классная текстура, консистенция. Это суфле похоже на такой, знаете, плотненький, жирненький малиновый йогурт. Приятный ягодный запах. Очень быстро впитывается этот крем в кожу. Прям буквально за пару минут. Довольно неплохо кожу увлажняет. Мне понравилось суфле. Приятненькое. Вообще у Планеты Органика много классных продуктов именно для тела. И это оказалось не исключением. Мне прям очень понравилось. Если любите такие ягодные кремы для тела, довольно легкие, то тогда присмотритесь. Но единственное, для суперсухой кожи, я думаю, что может быть от него все-таки маловато питание и увлажнение. Он больше подойдет для нормальной кожи. Следующее. Следующее, следующее, что я взяла. Еще один крем для тела от бренда Seven Days. Он называется Illuminate Me. Shimmering Body Milk. Мерцающее молочко для тела. 01 Champagne. Это действительно мерцающее молочко для тела. Но здесь нет крупных каких-то таких вот блесточек. Здесь очень-очень-очень такое мелкое, деликатное сияние. Но красиво смотрится на коже это молочко, если стоять под солнечными лучами. При определенном преломлении света видно, что кожа прям такая вот красиво сияющая. По текстуре молочко очень легкое. Оно такое жиденькое. Тоже быстро впитывается. Нормально увлажняет. Конечно, не какое-то супер увлажняющее. Ну, такое. Для нормальной кожи подойдет. И здесь запах, похожий очень на аромат розовый мускус от Montal. Пахнет розами. Такими вот кисленькими мускусными розами. Тут такое красивое еще описание на этом молочке. Мерцающее молочко для тела. Пудрового цвета. С тысячей блестящих микрочастиц. В лучах солнца превратится в перламутровую вуаль. Роступью кристаллов, укрывающую твою кожу. Ну, описание, конечно, просто великолепное. Прочитав это описание, я прям без раздумий кинула это молочко в корзину. И оно меня не разочаровало. Я, в принципе, ожидала немножко здесь увидеть таких более крупные, более заметные блесточки. Но такое легкое перламутровое свечение мне тоже нравится. Стоит это молочко 158 рублей. Давайте разбавим уход декоративкой. Прикупила несколько продуктов из новой коллекции от Vivienne Sabo. Vivienne Sabo вышла летняя коллекция. К сожалению, в моем магните было не все, что есть в этой коллекции. Но то, что было в наличии, я все-таки успела урвать и попробовать потестировать. Так, давайте, наверное, начнем с того, что мне не очень понравилось. Не очень мне понравилась контурная палетка. В этой палетке три рефила. Средство для контуринга и два хайлайтера. Стоит она 636 рублей. К средству для контуринга у меня, в принципе, каких-то больших вопросов нет. Единственное, здесь довольно такой темный оттенок и он подойдет не всем. Если у вас очень белая кожа, на вас он будет смотреться слишком ярко, слишком темным. Это все-таки для тех, у кого кожа не прям белая, не для белоснежки. А вот к хайлайтерам у меня здесь возникли большие вопросы. Прям очень большие вопросы. Тот рефил, что посередине, вот этот вот золотистый, он с довольно такими вот крупными блестками. Здесь не равномерное такое вот перламутровое гладкое сияние. Здесь сияние прям с конкретными крупненькими довольно золотистыми блестками. И вообще в целом у этого хайлайтера рыжая, рыжая золотистая база. Такие оттенки, ну очень мало кому идут. Они хорошо смотрятся, ну только при очень смуглой коже. И то, и то только в том случае, если вы любите, когда у вас на лице есть такие конкретные заметные блестки. Светлый хайлайтер идет на какой-то бело-серой базе. И на лице он смотрится прям очень выбеливающе. И под определенным углом он делает прям на скулах такие как бы серовато-белые белесые полоски. Но блесток, кстати, вот в светлом хайлайтере каких-то выделяющихся нет. Здесь все-таки такое вот сияние равномерное. И получается, что у нас как-то вот здесь все странненько собрано. По центру очень темный золотисто-рыжий хайлайтер. С краю у нас такой белесо-белый перламутровый хайлайтер. И довольно темное средство для контуринга. Для лица мне кажется, что эта палетка, ну не особо удачная. Но ее можно использовать для макияжа глаз. Вот в макияже глаз она смотрится гораздо гармоничнее, чем на скулах. Если прям на все веко нанести золотистый оттеночек в уголочек внутренней глаза, светлый хайлайтер и складочку века подчеркнуть средством для контуринга. Вот для таких целей я ее буду использовать. Но для лица мне она как-то не зашла. Очень странный, на мой взгляд, подбор оттенков. Следующее, что вышло в этой коллекции, это палетка теней. Vivienne Sabo выпустили палеточки в двух оттенках. Первый оттенок такой более базовый, там нет каких-то ярких выделяющихся цветов. Я выбрала палетку с ярко-синим оттенком. Вот именно этот ярко-синий оттенок меня в этой палетке и подкупил. Стоит она 520 рублей. Коричневый растушевочный оттенок здесь матовый. Все остальные оттенки идут с сиянием. Персиковый и золотистый оттенок, кремовый. Здесь такая очень мягкая, приятная кремовая текстура. А синие тени, они не кремовые, ну такие довольно шелковистые. Это стандартные сухие тени, но с приятной шелковистой текстурой. Палетка эта вызвала у меня очень двоякие чувства. Вроде бы симпатичные здесь такие оттенки. Хороший вот этот коричневый матовый. Он хорошо ложится на кожу, очень легко тушуется. Хорошо и красиво выделяет складочку века. К нему вопросов нет. К синему оттенку у меня в принципе тоже вопросов нет. Он красивый, пигментированный, тоже легко с ним довольно работать. А вот два кремовых оттенка вызвали у меня прям вопросики. Если персиковый довольно хороший, он с хорошей пигментацией, он хорошо ровно ложится на кожу. А вот этот оттенок шампанского, ну очень он какой-то странный. Он набирается на пальчик прям какими-то хлопьями. И когда переносишь его на кожу, вот видны вот эти вот кусочки, кусочки теней. Какие-то вот прям хлопья, комочки. Некрасиво смотрится. Персиковый оттенок ложится хорошо, но довольно быстро скатывается на веки. Даже при использовании хорошей проверенной базы. Ну в общем как-то так вот. Тут есть и плюсы и минусы. Ну не знаю, за 520 рублей, ну мне кажется, что можно за эту цену найти палеточку и получше. Кто пробовал вот эту новинку, напишите пожалуйста как вам. Теперь перейдем к более удачной части этой коллекции. К маркеру для бровей. Маркер стол 554 рубля. Я выбрала себе оттенок 01. Оттенок мне подошел прекрасно. Очень симпатичный, такой светло-коричневый, без ярко выраженного теплого подтона. Он как бы и не холодный, и не теплый, такой нейтральный коричневый. Прям то, что надо. Маркер отличный. Рисует прекрасно тоненькие линии, прям вот с легкого-легкого прикосновения. Здесь мягкая гибкая кисточка. К маркеру у меня вообще никаких вопросов нет. Он стойко держится на бровях весь день. Прекрасный у него цвет, все с ним хорошо. Вот маркер получился в этой коллекции великолепный. Я им очень довольна. И еще один продукт, который мне понравился, это кремовые румяна. Они выпущены у Vivienne Saba в двух оттенках. Я выбрала себе оттенок, по-моему, это 01. Да, оттенок 01. Первый оттенок розовый. Очень красиво смотрится на щеках, освежает. Эти румяшки прекрасно держатся у меня весь день. Они легко тушуются и кисточкой, и пальчиком, и спонжиком. Вот чем угодно. Их можно растушевать. Просто чик-чик-чик, буквально пару движений, и румянец готов. Оттенок, на мой взгляд, удачный. Подойдет очень-очень многим. Также эти тени можно еще немножко в складочку века наносить. Можно и на губы использовать. Стоят они 554 рубля. Следующее, что я купила и что мне понравилось, это глиняная маска для лица с углем от бренда Beauty Formulas. В нашем магните этот бренд вот только-только появился. Раньше я его никогда там не встречала. Бренд этот производится в Великобритании. Это классическая очищающая глиняная маска с углем. Она не застывает на лице в корку, она не стягивает кожу. Довольно комфортная на коже, но при этом достаточно неплохо очищает поры от нее. Конечно, нет какого-то супер глубокого очищения пор, но поверхностно поры она чистит, кожу матирует, цвет лица выравнивает. Такая вот базовая глиняная масочка с углем. Она была недорогая, стоила она 215 рублей. За 215 рублей, по-моему, просто отличный вариант. Мне понравилось. Для жирной, для комби кожи супер. Для сухой будет, я думаю, подсушивать. Что дальше? Что дальше? Что дальше? Тоже очень мне понравился этот продукт. Это тушка Боре Премьер от Vivienne Sabo в фиолетовом оттенке. Я обожаю тушка Боре Премьер. Я миллион раз вам об этом говорила и миллион раз я ее покупала. Но в основном я брала ее в черном оттенке, либо в коричневом. Вот до фиолетового оттенка мои руки только-только дошли. Я как-то даже, честно говоря, раньше не обращала внимания, что у Кабаре Премьер есть еще и в фиолетовом оттенке. Здесь, в принципе, по кисточке, по формуле все стандартно. Обычная для этой туши силиконовая кисточка с короткими, довольно жесткими такими вот щетинками. Эта тушь придает небольшой объем, удлиняет и разделяет реснички. Фиолетовый оттенок здесь получился удачным, насыщенным. На ресницах тушь смотрится красиво. Если хочется добавить себе такой фиолетовый акцент в макияж, как-то немножко разнообразить свой мейк, то я думаю, что это отличный вариант. Мне она понравилась. Удачный здесь действительно получился фиолетовый оттенок. Стоит она 449 рублей. Кстати, когда Кабаре Премьер успела так подорожать, когда я ее последний раз покупала, она стоила где-то рублей 350. Но уже на 100 рублей стало дороже. Не знаю, что произошло с ценами. Следующее, что я купила, это две очень интересных пасты зубных от бренда Клац. Я с пастами этого бренда еще не была знакома. Они вообще как-то мне первый раз попались на глаза. И они меня зацепили своими вкусами. Одна паста со вкусом бунтарский ром. Это вот эта вот коричневая. Она для мужчин. Ну, почему для мужчин? Что женщины не могут любить пасту с ромом или не могут пить ром? Ну, в общем, тут написано, что она для мужчин. А в бежевой упаковке у нас паста для девушек молочный шейк. Ну, понятно, что все эти гендерные разграничения, это не более чем условности. И мужчины тоже могут хотеть пользоваться пастой со вкусом молочный шейк. И девушки могут хотеть пользоваться пастой со вкусом рома. И вот, кстати, мне гораздо больше понравилась паста именно со вкусом рома. Но здесь вкус не прям вот алкогольного напитка ром. Здесь вкус ромовой пропитки из какого-то десерта. Очень необычное ощущение чистить зубы пастой с таким вкусом. Но мне понравилось. И муж, кстати, тоже заценил. Паста вообще сама по себе неплохая. Зубы очищает нормально. Ну, не знаю, что про нее еще сказать. Я бы взяла ее вот только из-за вкуса. Потому что вкус здесь, конечно, интересный. А вот паста со вкусом милкшейк мне понравилась чуть-чуть меньше. Хотя здесь тоже, на самом деле, приятный вкус. Действительно похожий на молочный коктейль. По техническим характеристикам все то же самое, как и с ромовой пастой. Зубы чистят нормально. Свежесть дыхания, что с одной, что с другой пастой, тоже сохраняются на нормальное. В общем, время. Мне понравились эти пасты. Там еще были разные другие вкусы. Я думаю, что как-нибудь для разнообразия еще что-нибудь возьму попробовать. Потому что концепция такая прикольная. Зубные пасты с разными интересными такими вкусами небанальными. И последняя моя покупка это сухой шампунь от 7 Days, который я схватила на кассе. Уже прям перед выходом из магазина увидела эту миленькую розовую баночку. Ну и просто не могла пройти мимо. Потому что здесь такие миленькие сердечки на ней нарисованы. Ну упаковка прям вот такая девчачья, классная. Короче, упаковка меня подкупила. Стоил этот сухой шампунь 199 рублей. Сколько у нас здесь хоть миллилитров-то? Не вижу я обозначения, сколько здесь у нас миллилитров. Или грамм. Ничего не вижу. Но в общем, вы видите, да, что упаковочка маленькая. Это travel формат, удобный для разных поездок. Знаете, оказался очень даже недурственный сухой шампунь. Хорошо абсорбирует кожное сало. Делает волосы более рассыпчатыми, чистыми. Здесь такой ягодный запах. Ну, конечно, запах немножечко химозный, как и у всех сухих шампуней. Но не бесячий. Меня этот запах не раздражает. Белый налет на волосах оставляет для брюнеток. Я думаю, что нет, потому что придется вам долго его вычесывать. Но если у вас не сильно темные волосы, плюс-минус, как у меня, или там на пару тонов темнее, нормально. Он прекрасно вычесывается. Главное, что он справляется со своей основной задачей и делает волосы свежими и рассыпчатыми. Мне понравился. Еще такой удобный тревел-формат. Я как раз в скором времени собираюсь в одну поездку. Вот и возьму его с собой. И осталась у меня тканевая маска для лица двойная от бренда Seven Days. Она называется Мимимишки. Такое название милое. Здесь у нас две маски. Одна должна готовить кожу к нанесению макияжа, а вторая восстанавливать кожу после макияжа. Я уже попробовала и ту, и другую. Здесь было много эссенции. Маски хорошо были пропитаны. Но мне немного не понравилась лекала самих масок. Я вот обратно их здесь положила. Кстати, тут так много эссенции, что даже после использования я вот отправила обратно тканевую основу в упаковку. И она опять очень сильно пропитанная и готовая к использованию. Но использовать два раза одну и ту же тканевую маску не гигиенично. Не делайте так. В общем, здесь сама тканевая основа довольно маленькая. Она на такое маленькое личико. И мне ее не хватало. То есть она у меня как-то вот так вот заканчивалась. И вот эта вот зона у меня была не охвачена ей. Это из минусов. В принципе, из минусов я здесь больше ничего отметить не могу. Ну, такие базовые увлажняющие масочки для лица. Нормальные, как бы со своей задачей справляются. А, еще хотела отметить, что вот в вечерней маске, которая после макияжа, тут очень такая интересная сама основа, она не стандартная. Тут какой-то другой немного материал используется. Более плотный и более гладкий, чем обычно. В первый раз мне попадается тканевая маска с вот таким вот интересным материалом основы. А вот, кстати, нашла на упаковке описание, что это за материал. Зеленая маска из микрофибры, а белая из Тенцела, из Ботаник Тенцел Файбер. Тенцел, в общем, из материала Тенцел. Поэтому они такие разные. Стоила эта комбо 135 рублей. Ну, за две тканевые маски, мне кажется, цена более чем адекватная. И, в принципе, мне они понравились. Один только у меня вопрос к лекалу. Мне хотелось бы лекала все-таки чуть побольше для меня, но маловато. Все, девчонки, все покупки я с вами обсудила. Надеюсь, что вам было интересно. Если что-то из этого пробовали, жду ваши отзывы обязательно в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые ролики. Также жду вас всегда у себя в Инстаграм. Я вам желаю прекрасного дня и буду очень благодарна, если поставите видео лайк. Все. Пока-пока. До встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok